Как вам кажется, какую тактику и стратегию будут все-таки использовать российские агрессоры? Ну вот смотрите, мы уже видим какие-то вещи, которые происходят. Это нечто новое, новацией является использование дронов иранских. Их много, их больше двух тысяч уже закуплено по разным оценкам. Они потеряли что-то около двухсот, но это только десятая часть. Причем мы же не знаем производительных мощностей Ирана и, так сказать, сколько Россия готова освоить их изделия. Поэтому они проявили себя с точки зрения вот этого этапа войны весьма и весьма эффективно для Москвы. Что произошло? Видимо, с приходом Суровикина, который вообще не рефлексирует, судя по всему, был принят план, что раз мы не можем остановить наступление существенное или даже вернуть территорию потерянную в той же Харьковской области и, допустим, справиться с Украиной на правом берегу, на юге Днепра, ну так давайте будем разрушать инфраструктуру, давайте будем воздействовать на гражданское население, давайте уничтожать тыл, так чтобы, ну грубо говоря, они восстанавливают ТЭЦ, мы ее разрушаем, они восстанавливают, мы разрушим. Ну то есть по этой логике мы заводим Украину в зимний период в кризисном положении, она без того, но война, что она ничего другого не несет, кроме кризиса и проблем экономических, социальных и других, давайте их усугубим. Раз мы не можем, во всяком случае, пока, пока мы не доформировали мобилизованную часть, не создали боеспособные соединения, и тогда давайте вот будем кошмарить, значит, инфраструктуру, вот эту так они называют критическую, вот, и тем самым будем воздействовать на социальные ощущения украинцев, с тем, чтобы, войдя в эту зиму, они почувствовали всю, значит, остроту вот этих ощущений от войны. Потому что вроде как война по представлению Москвы, она складывается так же, как 8 лет она была в зоне ООС, то есть вроде как есть та зона, где идут бои, да, приграничная к линии фронта, с той и с другой стороны, значит, проблемы населения гражданской, гибели, все остальное, а вот все остальные Украины могут сидеть в кафе, типа. Ну вот давайте сделаем так, чтобы медом не казалось, давайте уничтожать эту инфраструктуру и все, что мы сможем. Причем я даже не удивлюсь, что в какой-то момент они пойдут на какие-то масштабные провокации, там ударят по какому-нибудь энергоблоку, вот, атомной станции, ну так, чтобы это не привело к каким-то совсем чудовищным последствиям, не знаю, как это можно рассчитать, но, в принципе, повышать градус эскалации по этой части они могут. Такие возможности точно есть. И я не исключаю, что это и есть новая тактика, наряду, конечно, с тем, что они и так делали, и ракетные обстрелы, и все другие действия, и в общем и целом, наряду с шантажами, которые тоже не прекратились, и по отношению к Европе, а круговым путем они возвращаются и в Украину, и энергетический шантаж, и, так сказать, продовольственные, и грузоперевозки по морю, и так далее, все это употребляется. Но вот дроны это то новое, на что пока нет эффективного, эффективного средств защиты. Они появятся с неизбежностью. Что говорят военные эксперты? Есть ли надежные системы борьбы с дронами? Нет, они точно есть. Это и радио, и РЭП, так называемые, радиоэлектронные, которые выводят из строя, или же, значит, ну, в общем, коннекшн разрывает, значит, управление этими дронами, значит, операторов и так далее. Есть, естественно, зенитные установки, которые могут с наведением, которые отслеживают раннего предупреждения системы, которые работают в комплексе, и они могут осуществлять очень эффективную защиту, безусловно. Но, во-первых, это все надо налаять, это все надо поставить, потому что до этого никаких БПЛА у России не было. Все эти Орланы и так далее, все это, так сказать, очень быстро на нет сошло, и сейчас это нечто новое, к чему, в общем и целом, готовы не особенно были. И сейчас этот вопрос решается. Я думаю, что за несколько недель такие системы появятся. А что Украине сейчас нужно дополнительно получить от Запада для того, чтобы добиться поставленной цели полного освобождения оккупированных территорий? Чего пока не хватает? Артиллерии, танков, бронетранспортеров, дальнобойных ракет, чего еще? Я немножко по-другому начну. Вот стала бы Москва так использовать решительно и дроны, и ракеты, и обстрелы всей территории Украины, если бы у Украины были аналогичные средства, которые были бы воспринимали как средства сдержания. А, ну вы к нам дроны с тысячекилометровой дистанции посылаете. Ну что ж, ну когда на Кремль полетят наши дроны. Попробуйте, сбейте. А вдруг получится, а вдруг нет. Или на Рублевку полетят. По критической инфраструктуре или по центру принятия решений. То есть оружие выполняет не только роль ударные какой-то, да, средств, которые должны уничтожать цели. Но оно же и сдерживание оказывает определенное. И там скажут, слушайте, давайте не будем этого делать. Кто их знает, они там сумасшедшие. Мы и так воюем. Вроде как в зоне боевых действий это одно, а, так сказать, мы по ним вдарим, они по нам вдарят. Ведь так же и происходит в Белгороде и в других приграничных районах. А если это, ну понятно, что эмпатии нет у русского человека вообще к собственному соплеменнику. Но когда речь пойдет уже о таких же взрывах ТЭЦ, там не в Шебекино или как оно там, а где-нибудь в Подмосковье, то уже по-другому на эти вещи. Потом скажут, слушайте, ну это как бы, давайте не будем этого делать, потому что они это будут делать. Естественно, Украине для того, чтобы более успешно вести наступательный действий с учетом фактора мобилизации, мы еще ведь до конца на 100% не можем сказать, что мобилизация вообще не даст ничего Москве. Что Москва от нее ничего не выгодит от этих 300 тысяч любителей. Время покажет, к сожалению, возможно, что-то и получит. Что-то и получит. Но мы скорее со скептизмом относимся к каким-то наступлениям, дойти до Киева, но в оборонительном смысле оно может дать. Потому что более густая, плотная полоса обороны, значит, больше. Ведь в Харьковской операции еще почему была удачной? Тонкая линия была, которая была заполнена войсками, а дальше пустота. Ее прорвали, так сказать, и побежали, и внутри оказались, где, собственно, ничего нет. Это была клей, они побежали дальше на изюм, а там оказалось участки, где ничего нет. Все сосредоточено в городах, в нескольких городах. Если более плотная система обороны создана, то, конечно, здесь совершенно очевидно, в связи с этим изменением, да, нужны, во-первых, больше ракетных СЗО, так называемых. Безусловно, потому что по скоплениям противника, ну, там есть специальные средства, тоже используемые в СЗО, по скоплениям живой силы ударить, да. Значит, это специальные снаряды. Конечно, что-то там уже, сколько можно говорить, эти атакам с 300-километровой дистанции. Дальнобойные, значит, ракетные снаряды для «Хаймерс» очень сильно могли бы помочь, потому что не просто там достреливать до Крыма, но перебить все пути снабжения оттуда, например. Это же важно. Например, Южную группировку и Левобережье было бы вообще невозможно снабжать 300-километровой ракеты в достаточном количестве. Ну, просто там дорога железная все время была бы раскурочена, не говоря уже о Крымском мосту, который тоже используется. Вот он, Путин, когда его взорвали, сказал, это, говорит, объект гражданской инфраструктуры. Как это объект гражданской инфраструктуры? У него беспрерывно шли поезда с личным составом, с техникой, с танками. Ну, как же это? Гражданская инфраструктура. Вы же воюете. Вот если бы не было войны, да, это объект гражданской инфраструктуры. А когда идет война, извините, по нему переводится очень даже вполне себе военная инфраструктура. Поэтому, с этой точки зрения, дальнобойные артиллерии, артиллерийские эти снаряды, извините, ракетные снаряды они называются, это было бы очень эффективным средством для борьбы с снабжением и всеми остальными. Ну и, конечно, что там, бронетехника, ее не хватает, и самолетов нет просто. Если бы дали хорошие самолеты, то западная техника. Ну, я считаю, что в конечном итоге атакам сбуд предоставлены, потому что там деваться дальше некуда. Если военная операция именно больше будет воздействовать на инфраструктуру критическую, так называемую, то тут деваться некуда. Придется предоставить эти ракетные снаряды, и это, так сказать, снятые ограничения будут по ударам по российской территории. Потому что если украинская территория все время будет находиться под этими ударами, тогда, ну как, это вообще непонятно. Невозможно ни жить, ни восстанавливать, тем более зима надвигается. Я думаю, это точно дадут. С самолетами и всем остальным это еще большой вопрос. Повторяю, здесь есть небольшое, ну, скажем так, не вполне понимание, как поведут себя республиканцы. Они возьмут небольшое большинство в ноябре в Палате представителей, в Нижнем Палате Конгресса. Ну и в Сенате там какая-то равновесная будет ситуация. Несмотря на то, что демократическая остается администрация. И вот их позиции до конца непонятны. Там есть и те, и другие, понимаете. Если вот этот новый лидер, возможно, он сейчас республиканского меньшинства, он, возможно, станет лидером на республиканском большинстве, если там в Палате представители, то его заявления там о том, что мы не допустим повеличение поставок, Украине надо бороться со своей инфляцией там и так далее, они вообще не внушают большого оптимизма. Хотя, вы знаете, в период предвыборной много чего говорится, потом это меняется. Ну это раз. Во-вторых, вот закон-то о Ленглизе принят. И у президента США Байдена есть достаточно правовых механизмов в руках, чтобы продолжать поставлять оружие, и не только оружие в Украину, не согласовывая это всякий раз с Конгрессом. Да, да, да. Это и об этом именно Ленглиз. Потому что не все понимают, начинают ошибочно судить о том, что Ленглиз это какая-то такая особая поставка. Нет, это финансирование, которое не предполагает раз за разом обращение к Конгрессу за выделением средств на поставку этих вооружений. Но в процесс этот идет, ты как его ни назови, Ленглиз, Ленглиз, просто поставки. Ну, какая разница? Главное, что поставки эти идут. Да, их может быть недостаточно, но это всегда будет достаточно. Война сжирает, так сказать, ресурсы, как ничто другое. Понимаете? Мирная жизнь столько не несет расходов, как война. Но в любом случае, все упирается в вооружение, потому что как бы противопоставить мобилизации российской, мобилизацию украинскую, это возможно. Потому что Украина, это большая страна. 40 миллионов стран, несмотря на то, что многие сейчас беженцы и так далее, но это большая страна, и ресурс этот есть. А украинские вооружения, это меньше погибших, это более эффективный результат, получаемый в боевых действиях. Это, так сказать, получение преимущества. Потому что совершенно очевидно, что война эти за 8 месяцев показала то, что западные вооружения на порядке лучше, выше, эффективнее, чем российские. Вот это уже общее место. Тут уже нечего доказывать, не с чем спорить. И раз это так, то значит это уже можно, можно, это понимание, оно должно внушить, каким образом действовать дальше. Редактор субтитров А.Семкин